Это будет немножечко новый формат видео. Я буду выставлять посты братьев и сестер, которые я перевожу на русский язык. И я буду внизу в комментариях приписывать, от какого числа был этот пост. Потому что братья и сестры выставляют истину, но не всегда они делают это как видео, а иногда делают как посты. Но это истина, и я хочу, чтобы истина звучала. Сегодня я выставляю пост брата Энди, Энди Тайнера. Знаешь ли ты, что Мартин Лютер хотел выбросить книгу Иакова, книгу евреям, книгу Иуды, книгу Откровения? Ему не нравились многие отрывки из Библии, хотя он верил в только Писание или только в Библию. Он был лицемером, потому что он также хотел взять из Библии и выбросить то, с чем он был не согласен. Он даже хотел сделать Библию, в которой исключены отрывки, которые ему не нужны. Он был лицемером и так же, как и те, кто следует за ним. Многие из христианской церкви, если не больше ее часть, все еще следуют учению Мартина Лютера. Они верят в только веру, только в благодать, только в Библию. Они верят в ложные доктрины, считая, что они однажды спасены, всегда спасены, и направляются на небо даже, хотя они живут в грехе. Один стих, который действительно не понравился Мартину Лютеру, это стих 24 главы 2 Иакова, когда Иаков говорит «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только». Этот стих прямо бросает вызов ложному учению, а только верой и благодатью. У Иакова было сердце Иисуса. В Откровении 22, 12 Иисус говорит это «Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Каждый из нас будет вознагражден в соответствии с нашими делами за то, что мы говорим и за то, что мы делаем. Если ты смотришь порнографию и проклинаешь, имея ненависть в своем сердце, если ты говоришь то, что является просто злом, сплетнями, если в тебе есть мирское начало, суетность, то ты будешь судим согласно того, что ты сделал, а не согласно того, что ты однажды сказал, что ты хотел спастись верой в Иисуса, его смерть, его кровь, его воскресение. Вера в то, что об Иисусе ничего не сделает для твоей души. Ты должен доказать своими делами, своими поступками, своими словами, что ты действительно являешься сыном Иисуса или его дочерью. Не верь этому ложному реформатуру Мартину Лютеру. Не следуй за ним. Большая часть церкви следует за ним. Баптисты следуют за ним, лютеране, конечно, следуют за ним, веря в веру только, только в благодать, только в Библию. Но они лицемеры, потому что они вырывают отрывки из Библии, выбрасывают их, они не верят словам Иисуса. Иисус сказал, что всякий, кто грешит, является рабом греха и не будет пребывать в доме вечно. Но того, кого сын освобождает, истинно свободен. Верь словам Иисуса, и если ты грешишь, ты погибнешь. Но если Иисус освободит тебя от греха, ты действительно будешь освобожден от греха. Ты не будешь продолжать грешить, как христиане лгут и проповедуют. Не верь ложным доктринам Мартина Лютера. Не следуй за его последователями. Не верь этим ложным доктринам. Лучше верь истине Иисуса. Тебе действительно нужно покаяться в своих грехах. Ты можешь быть свободным от порнографии, от зависимости, от похоти, от курения марихуаны. Ты можешь быть освобожденным от всех твоих грехов, если ты только решишь следовать за Иисусом и повиноваться Ему. Действительно начни молиться. Усердно ищи Его. Делай то, что, как ты знаешь, является правильным. И Иисус обновит тебя. Он даст новое рождение. Он даст тебе новое сердце и новый ум. Ты станешь новым человеком. Не верь ложным доктринам в существующем церкви. Следуй за Иисусом и повинуйся Ему. И у тебя будет жизнь. Да будет благодать Иисуса с тобой.